В начале 6-го пленарного заседания первой сессии областного совета 7-го созыва регистрируется 69 из 84 депутатов. Принятие областного бюджета – главный вопрос повестки дня. Документ пытались утвердить еще в декабре прошлого года. Но у депутатов возникли разногласия. Теперь же с трибуны директор департамента бюджета и финансов Запорожской облгосадминистрации зачитывает обновленный проект бюджета. Областный бюджет на 16-й рік. Сформовано загальный ресурс в обсязе 5 млрд 487 млн. Закрепленные доходы – это податки, платежи, складывают 20% от загальной суммы – это 1 млрд 80. Трансфер из государственного бюджета – 4 млрд 196, або 80%. В этом году больше всего средств досталось в сфере здравоохранения – 1 млрд и 174 млн грн. На образование выделили 658 млн грн. В социальной сфере досталось почти 204 млн. На культуру выделили 115 млн грн, а на спорт – 44 млн. Проект бюджета еще не доработан. Этого не отрицает даже глава бюджетной комиссии. Вопросы к главному финансовому документу остались и у представителей депутатских фракций. К стоимости угля, когда покупается дорогая марка, фактически осуществляется поставка угля с зольностью 45%. К ценам на продукты питания. Одни и те же продукты покупаются, к сожалению, в наших учреждениях по очень отличным ценам. К ценам на материалы для ремонтов, о чем говорила Татьяна Николаевна Ковылина и так далее. Тем не менее, за бюджет депутаты голосуют практически единогласно. 71 голос из 72. Представители фракции «Оппозиционный блок» говорят, на этапе подготовки проекта бюджета им удалось добиться двух принципиально важных требований. Проект бюджета был размещен на сайте областного совета для того, чтобы к нему имела доступ вся громада Запорожской области. Также проект бюджета был обсужден на всех постоянно действующих комиссиях и детально в течение более двух недель он рассматривался на постоянно действующей бюджетной комиссии. Были финансовыми распорядителями предоставлены все детальные расшифровки, была предоставлена информация в разрезе каждой из статей по каждому предприятию. Теперь перед депутатами стоит еще одно важное задание – принять стратегию развития области на 2016-2020 годы. Благодаря этому документу регион сможет дополнительно получить почти 100 миллионов гривен на развитие. Я надеюсь, что финансовые распорядители бюджета, руководители коммунальных предприятий с ответственностью подойдут к этому вопросу и предоставят детальную информацию касательно капитальных затрат по их предприятиям, по их направлениям на период следующих пяти лет, для того, чтобы эта стратегия была с нашей стороны, со стороны нашей фракции поддержана и принята. Также на следующей сессии депутаты облсовета продолжат корректировать уже принятый бюджет области. Строить систему затрат в бюджете необходимо, еще раз подчеркну, по своим возможностям. Жить нужно по карману. Екатерина Свериденко, Константин Грушко, Дарья Зырянова, ТВ5 Подумаю, значит, вопрос. Продолжение следует...